Днем российской науки Считаю, что нам это под силам. Хочу пожелать всем здоровья, сил, энергии, новых свершений и открытий, сказал Андрей Воробьев. 5 февраля в библиотеке поселка Гворки-Ленинский состоялась встреча с поселенческим активом. В мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации района Елена Добрина. Озвученные активистами проблемы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, представления услуг людям старшего поколения на базе Центра социального обслуживания ВЕРа и другие. Ветеранский актив поселения выразил желание более активно участвовать в общественно-политической жизни Ленинского района, а также в проводимых в муниципалитете мероприятиях. Центральный статус Лыжни России в Московской области пройдет на базе Олимпийского учебного центра «Планерное» городского круга Химки. Для участников и гостей будут организованы бесплатные автобусы от торгового центра «Мега Химки» и от пересечения улиц Дружба и 9 мая. Также можно добраться на общественном транспорте с помощью регулярных рейсов от метро «Планерное», «Речный вокзал» и «Митина» и электропоездом с Ленинградского вокзала до станции «Планерное». 20 февраля в городе Видное по адресу микрорайон «Солнечный владение 5А» состоится открытие местной татарской национальной культурной автономии. В рамках мероприятия состоится праздничный концерт с участием звезд татарской эстрады, а все желающие смогут приобрести татарские сувениры, диски с татарской музыкой и фильмами, а также продегустировать блюда национальной кухни. Вход бесплатный, начало в 13 часов. Редактор субтитров А.Семкин